Самый мощный контраст и композиционный центр – это у нас рука. Здесь вы начинаете штекивать справа налево. От этого вам неуемно. Потому что это не то, как вы штекаете обычно. Не слева направо, а справа налево. Это вам некомфортно. И формация не в ту сторону. И поэтому вы чувствуете, что вам надо что-то сделать. Это как раз от правил, когда мы нарушаем наши правила. Специально подчеркиваем наши идеи. Мы видим здесь Христа, который зашел к Матфею. Матфей был сборщиком налогов. Он указывал на него, что сейчас ты встанешь и пойдешь за руку. Мы видим, что Христос здесь не важен. Весь Христос не главный. И Матфей здесь не важен. Жест. Это уже караваш. Это уже уход от канонических христианских. Это может быть? Да. Это же жизнь на него упаковывается. И вот мы видим основной вид, который подчеркивается дополнительным видом. И он начинает перебиваться. Этот не просто так нарисован. Почти прямо. Вон слева весь список. У него... Вы читаете. Начинаете читать сюжет. Перебивается. Вы как бы сделали паузу, задумались. Читаете дальше. Видите лицо этого молодого мальчика. По нему переходите на эту руку. Солруб. Нога уже снова перебил. Вы снова отдохнули. Почитали еще раз. И вы доходите к риту Матфея. И начинаете гуляться. Перед ним там эти монетки. Вы понимаете, что это сборщик налогов. Все дела. Вы заворачивались коленом. Заворачивались в ритм. Вы не уходите никуда из картины. Вы взвернулись по колену. Снова ноги пошли обратно. И снова вернулись в этот сюжет. Это умение закомпоновывать углы. Вы всегда заворачиваете зрителя, чтобы он снова вернулся обратно в картины. И чем именно хорош Караваджа, причиной за себя. На мой взгляд, и, конечно, Караваджа, так я его понимаю. Что у него всегда идет разговор от реализма. У него идет разговор от ребер. Потому что по реберам вы понимаете, что это старый смужденный старик. А кто же его страдает? Да, это страдание. А кто у нас из стариков? Тихо-то послал строкал петок. Тоже распяли. Должны преток распяли. И смотрим углы. Все углы разные. Светлый, темный. Светлый, темный. Угол завершился. Угол завершился. Здесь вот это светлое петло вы даже не приходите. Вся информация находится здесь внизу. А эта пауза сверху, она дает волю свободу. Не везде все должно быть изображено. Но не везде все должно быть наполнено информацией. Здесь должна быть пустота. Чтобы они подчеркивали вашу информацию. И сейчас берем еще одну картину. Так. Ата-петто. Кого? Удачи.